Часть третья. Царство московское. Глава первая. Неистовые люди. Рубеж. Изучая историю России шестнадцатого столетия, исследователь сталкивается с обилием информации. Если для анализа истории Древней Руси у нас часто не хватало сведений, и мы вынуждены были выдвигать известное количество версий, то в истории новой России нас встречает избыток фактического материала. Его становится невозможно включить в систему исследования целиком, так как тогда получится то, что в кибернетике называется шумы. Представим себе следующее. В комнате сидят несколько человек, и вдруг все одновременно начинают говорить о своих семейных делах. В итоге мы ничего не услышим и ничего не узнаем. Обилие фактов требует избирательности. И точно так же, как акустики выбирают интересующий их звук, мы должны отобрать те факты, которые нужны для освещения избранной темы этнической истории нашей страны. В шестнадцатом веке Россией последовательно управляли три монарха из числа потомков Александра Невского. И при всех трех – Василии Ивановичи Третьим, Иване Васильичи Четвертом, Грозном, и его сыне Федоре – шло неуклонное расширение ареала российского суперэтноса. Василию Третьему выпало завершить объединение всей русской земли и видеть падение Большой Орды от власти, которой освободился еще его отец Иван Третий. Дань и Орде перестали платить в 1480 году. А в 1502 году Орда распалась, и Россия, вскоре присоединив к себе Рязань, Псков и Черниговское княжество, стала монолитной страной, граничащей на юге и востоке с татарскими государствами. Казанское ханство, в союзной России ханство Крымское и Ногайская Орда, кочевавшие в Рын песках, были слабы, и тягаться с могучей, все набиравшей силу России, во главе с Москвой, уже не могли. Польско-Литовское государство, потерпевшее целый ряд поражений в войнах с турками, находилось в состоянии крайнего неблагополучия, и довольно большие по существу силы литовцев и поляков не представляли для Руси серьезной опасности. Войны с поляками и литовцами шли вяло, военное счастье клонилось то в одну, то в другую сторону, хотя за Польшей и стояла военно-политическая мощь всей Западной Европы. Раскол западноевропейского суперэтноса в фазе надлома привел к тому, что пассионарность европейцев погашалась внутри системы в гражданских войнах реформации. Казалось бы, ситуация в Восточной Европе была исключительно благоприятная для России и ее народа. Вот тут-то и выяснилось, что цели и действия русских людей XVI века принципиально изменились по сравнению с поведением предшествовавших поколений московитов. Пассионарных людей стало много, а задача объединения и отстаивания рубежей страны была уже выполнена. И тогда пассионарные русские люди обрели новые цели жизни, новые императивы поведения. Мир стал тесен им. Они перестали выполнять свои обязанности, и каждый из них захотел стать самим собой. Не просто князем, а князем шуйским. Не просто окольничьим, а году новым, не просто казаком, а ермаком Тимофеевичем. Идеалом стал не человек, выполняющий долг, а человек, занявший первое место и получивший власть над соперниками и обстоятельствами. В Москве и на границах С объединением страны была достигнута политическая и экономическая стабильность. В деревнях можно было тихо, спокойно заниматься сельским хозяйством, платя оброк владельцам земли. Наибольший оброк получали служилые дворяне, так как у них крестьян было мало, а содержать коня и копьеносцев полагалось за свой счет. Средние бояре и минимальные монастыри. Но богатая земля окупала любые затраты труда и любые налоги, и поэтому население Руси за первые пятьдесят лет шестнадцатого века выросло в полтора раза, достигнув девяти миллионов человек. Но пассионарным молодым людям, о которых поэт сказал, «И все, кто дерзает, кто ищет, кому опостылили страны отцов, кто дерзко хохочет, насмешливо свищет, внимая заветом седых мудрецов», в деревне делать было нечего. Им было там безумно скучно. Деревню предпочитали люди гармоничные, тихие, трудолюбивые, спокойные. Они ничего не искали, но землю обрабатывали умело и налоги платили исправно. Пассионарии же стремились покинуть тихую деревню. Руководствуясь идеей, сформулированной еще в античности, «Случай пробегает мимо, блажен, кто схватил его за волосы». А в XVI веке в России сделать карьеру можно было только на государственной службе. Надо сказать, что московские князья сами способствовали росту пассионарности в Москве. Так Иван III решил, что мятежных новгородцев, а среди них пассионариев тоже было довольно много, следует перевезти в Москву, дабы за ними было легко наблюдать. С теми же целями перевезли на Москву и множество мелких княжат из-под Путивля, Чернигова, Новгород-Северского, Курска. Аналогичным образом поступил Иван III с наиболее активными удельными князьями. В самом деле, мало ли что вытворит в Шуе князь Шуйский или в городе Адоеве князь Адоевский, а в государевой столице они под присмотром, тут люди ходят. Решение это было вполне логичное, государственное, но привело оно, как всегда, вовсе не к тем последствиям, на которые рассчитывали. Поскольку в Москве наряду с представителями пассионарной аристократии сконцентрировалось огромное количество пассионарных послужильцев, отроков и просто посадских людей, найти себе сторонников было самым простым делом. И бояре их тут же находили. В итоге, жители одной части Москвы поддерживали Шуйских, другие посадские Бельских и так далее. Москва очень быстро, уже к началу XVI века, превратилась в невероятный очаг пассионарности. Все население города было разбито на враждебные партии. К счастью, не все пассионарии шли в Москву. Ведь, обосновавшись там, надо было кому-то служить или при ком-то быть холопом. И хотя по тому времени это было очень выгодно, тебе и деньги перепадут, и выпить найдется, и служба легкая, и кафтан на тебе с барского плеча. Обнаружилось огромное количество пассионарных людей, которым подобная перспектива казалась неприемлемой, ибо они были слишком независимы и честолюбивы. Человек говорил, «Ну и что мне с того, что ты боярин Шуйский? Почему я, Ванька, должен тебе кланяться и твои объедки есть? Не отшалишь?» После этого Ваньке на Москве делать было нечего, и он вострил лапти туда, где боярин Шуйский был над ним невластен. Таким местом были границы государства. Все они в XVI веке были неспокойны и предоставляли целеустремленным людям массу возможностей для реализации своей избыточной энергии. Хотя на южной границе с татарами был мир, но тревожили набегами нагайцы. В Поволжье шли постоянные войны с Мордвой, Буртасами и казанскими татарами. Но не следует думать, что это были войны религиозные. Некоторые язычники поддерживали русских, другие язычники поддерживали татар. На северной границе войны не было. Обширные территории, простиравшиеся до Белого моря, а на восток до Уральского хребта и дальше были уже освоены. Но суровая природа требовала огромного количества сил от того, кто хотел чего-то добиться в жизни. Богатство и независимость обеспечивали здесь не военной добычей, а мягкой рухлядью, драгоценными мехами, служившими эквивалентом золота. Добыть мех можно было двумя путями. Либо охоте самому, либо объясачивая инородцев. Но ни тот, ни другой путь легким не был. И, наконец, на западной границе было необходимо непрерывно отражать натиск литовцев и леонских немцев. Заметим, что и само понятие граница для XVI века было иным, нежели сегодня. В современном понимании граница это некий природный или искусственный рубеж, река, горный хребет, полоса укреплений, отделяющие своих от чужих. Но в то время, в условиях сибирских или южно-русских степей определить границы подобным образом часто было просто невозможно. Рубежами, пограничьем, растущей России в XVI веке служили огромные пространства Дикого поля и Сибири. Дикое поле – историческое название степей между Доном и левыми притоками Днепра и Десны. Подобная ситуация имела место и в XIX веке, когда создавались Соединенные Штаты Америки. Янки считали своей границей на юге и западе всю огромную территорию от Миссисипи до Кордильер. Разумеется, русское государство было крайне заинтересовано в решении вопроса о пограничных территориях. Жизненно необходимо было определить границы, пригодные к обороне. Потому что устраивать засеки на пространствах от Чернигова до Казани и Нижнего Новгорода было слишком трудным и дорогостоящим делом. На засеках приходилось держать значительное количество служилых людей, обязанности которых заключались в том, что они все время наблюдали за степью. Сидел на дереве парень и высматривал, не скачет ли в высокой траве Чамбул, конный татарский отряд. Увидев врага, нужно было сразу же запалить факел на дереве, посылая сигнал следующей сторожей, спуститься на землю, вскочить на лошадь и нестись во весь опор к ближайшему гарнизону, потому что татары, заметив огонь, всегда пытались догнать сторожей. Сторожили обычно подвое. Один наблюдал за степью, другой за оседлыми лошадьми. В гарнизонах, увидев вспышки факелов, поднимали тревогу, отрежали гонцов в другие городки, в Москву и довольно оперативно подтягивали войска. Но легкоконные татары за это время успевали наловить по окрестным деревням пленных и уже начинали отход. Русские гнали за ними на свежих конях, пользуясь определенным преимуществом. Лошади татар успевали к тому времени устать, настигнутых татар рубили, а пленных освобождали и отпускали домой. Только через 200 лет, в XVIII веке, Россию удалось решить важнейшую проблему обретения естественных границ. Все эти 200 лет активные индивиды пополняли ряды защитников рубежей Отечества. И потому-то в XVI веке мы видим группы пассионариев не только в столице, но и на русском пограничье. Такое разделение пассионариев составляет характерную примету новой фазы этногенеза, акматической. Повышение пассионарности и в столице, и на окраине этнического ареала приводило, в принципе, к одинаковым последствиям. Внутри этнической системы увеличивалось количество входящих в нее подсистем, консорций и субэтносов, так как пассионарные люди чувствовали свою особену и объединялись. Выше мы уже упоминали, что активное население Москвы разбилось на партии, шуйских поддерживали люди торговых рядов, у бельских были свои кварталы, на которые они опирались, у глинских свои, у мстиславских свои. Сторонников каждого из этих боярских родов связывала общность исторической судьбы. Это были подлинные консорции. Для пограничных пассионариев были характерны объединения более высокого порядка, поскольку в ходе войны с татарами или нагайцами отношения с своими боярами переставали иметь какое-либо значение. Например, на Дону образовался особый субэтнос, впоследствии ставший этносом казаки. Они принимали к себе всех беглых крестьян и чувствовали себя совершенно самостоятельными. Неизменно признавая московского великого князя своим государем, они недолюбливали бояр и представителей тогдашней бюрократии диков. Независимость Дона была зафиксирована в двух емких формулах «С Дону выдачи нет» и «Мы не кланяемся никому, окромя государя». Казаки не были склонны считаться с мнением московского правительства, часто своевольничали и назывались в царских письмах, когда разбойниками, когда ворами, когда убийцами, когда государевыми изменниками. Но все же московские чиновники и казаки видели друг в друге своих, и потому на Дон неизменно приходили караваны с зерном, водкой, зельем, порохом, свинцом и просьбами к атаманам-молодцам навести хоть какой-нибудь порядок. Иосифлянии и нестяжатели Наряду с боярскими послужильцами и казаками, стремившимися к богатству, победам, успехам, были в Москве шестнадцатого века и те, чья пассионарность предполагала стремление к идеалу знания, к борьбе за свои убеждения. Им ни в холопы, ни на границу пути не было. По условиям времени вся мысль в шестнадцатом веке была мыслью церковной. Вопросы веры имели огромное значение, ибо форма исповедания отождествлялась с определенным поведением, определенной идеологической программой и легко переходила в политику и в быт. Именно вопросы свободы совести определили третье направление приложения сил русских пассионарьев. Чтобы разобраться в последующих событиях, нам придется вернуться назад и вспомнить о явлении негативных мироощущений. Внедрение учений, имевших их в своей основе, вызвало одинаковый отрицательный результат и в католической Франции, где начались альбигойские войны, и в православной Болгарии, где крупный болгарский этнос ослабел и был разгромлен и подчинен Византии. Точно такой же отрицательный результат пропаганда негативной идеологии имела в мусульманском мире, поскольку карматские и смейлицкие движения сопровождались с массовыми убийствами, произволом и всяческими безобразиями. В Россию негативные мироощущения проникли в конце XV века под видом ереси жидовствующих. Генетическая связь ее с иудаизмом весьма сомнительна, но важна другой. Церковные иерархии XV-XVI веков были людьми достаточно тонко чувствующими и широко образованными, чтобы понять потенциальную опасность подобных ересей для будущего страны. К сожалению, во мнениях о способах устранения еретиков единства среди деятелей церкви не было. Это расхождение и стало поводом для борьбы за свои убеждения для всех, кто к этой борьбе стремился, для кого она была потребностью. Развитие событий приобрело трагическую окраску после смерти Ивана Третьего. Иван Третий тяжело заболел около 1500 года, и пять последних лет его царствования фактическим правителем страны был его сын от второй жены Софьи Палеолог Василий Иванович. Представителями одного из церковных направлений были нестяжатели, сторонники заволжского старца Нила Сорского. И его последователя Васяна Патрикеева. Нестяжатели категорически отрицали возможность умерщвления еретиков, ссылаясь на то, что Бог хочет не смерти грешника, но его раскаяния. И потому долг церкви увещевать заблуждающихся. По мнению нестяжателей, те, кто упорствует в ереси, следовало изолировать и даже высылать за границу, но нельзя насиловать совесть человеческую угрозой смерти. Оппонентами нестяжателей в споре о ереси стали сторонники Иосифа Володского и Осифляне. Они настаивали на крутых мерах по искоренению ереси вплоть до применения западноевропейского опыта аутодафе сожжения на костре. Победа в этом споре осталась за Иосифом Володским. В 1504 году совместным решением Ивана III, фактического правителя страны Василия и собора и епископов еретики были обречены на смерть. В Москве и в Новгороде запылали костры. Были сожжены многие вольнодумцы и крупные государственные чиновники, поддерживавшие ереси. Невестка великого князя Елена Волошанка и его внук Дмитрий были посажены в тюрьму, где они и умерли. Но не только проблема борьбы с еретиками разделила Иосифлян и нестяжателей. По-разному относились они и к судьбе и имущества церкви. Дело в том, что у Василия III не хватало земель для раздачи за службы многочисленным дворянам, и великий князь сильно нуждался в средствах. Зная это, нестяжатели предложили князю взять все имущество церкви в казну, оплатить таким образом службу дворян и укрепить границы в уси. Причем взамен они потребовали право свободно высказывать свое мнение в соответствии с собственной совестью. Иосифляне со своей стороны готовы были поддерживать великого князя Василия III, но лишь при том условии, что он оставит церкви все ее имущество, богатые убранства храмов, прекрасные библиотеки, цветущие хозяйства монастырей. И в этот поистине критический момент решающими оказались семейные обстоятельства великого князя. Первой женой Василия III была Соломония Собурова. Брак оказался бездетным и под этим предлогом Василий III развелся с Собуровой. Соломония негодовала, но великий князь был непреклонен. Затем он женился на красавице Елене Глинской. Род Глинских стоит того, чтобы рассказать о нем подробнее. Основателем рода Глинских был казак Мамай, то есть потомок самого Мамая, которого русские разбили на Куликовом поле. Где-то на Волыне этот потомок грозного темника принял православие, сделав по случаю хорошую карьеру, он стал князем Глинским, равным по значению Рюриковичем и Гедеминовичем и служил в этом качестве литовским князьем. Не поладив с литовцами, его потомок Василий Львович Глинский в 1508 году переехал в Москву, где его приняли с распростертыми объятиями. Дочерью этого литовского аристократа и была Елена Глинская. От нее Василий III имел двух сыновей. Правда, злые языки говорили, что истинным виновником отцовства был молодой и красивый воевода сторожевого полка князь Овчина Телепнев Оболенский. Вопрос о разводе с Собуровой естественно вмешала церковь, потому что по христианским законам бросать женщину без ее вины нельзя. Глава нестяжателей Васян Патрикеев смело осудил ничем с религиозной точки зрения немотивированный развод. Великий князь, понятное дело, мнением Васяна Патрикеева доволен не был. За первым конфликтом с нестяжателями последовал второй. Василий вызвал к себе в Москву для переговоров независимых черниговских князей Шемячичей, потомков Дмитрия Шемяки, они получили охранную грамоту, приехали и были вероломно посажены в тюрьму. И снова Васян Патрикеев осудил поступок великого князя, как нарушение честного слова недостойной христианина. На этот раз терпение Василия иссякло. Васян Патрикеев был отправлен в Осифлянский монастырь на строгое послушание и там через некоторое время умер. И Осифляне победили. На юг и восток В 1533 году скончался Василий Третий, оставив наследником трехлетнего сына Ивана Васильевича. Как это было принято, ребенок находился при своей матери, но в 1538 году Елена Глинская внезапно умерла. Подлинная причина ее смерти неизвестна, но среди современников находились люди, утверждавшие, будто великую княгиню отравили. Абсолютно точно известно другое. Ее фаворита князя Ивана овчину замучили до смерти. Власть перешла к боярщине, группе знатных бояр, которые приняли на коллективное регенство до совершеннолетия великого князя. Во главе коалиции стояли князья шуйски. Позже Иван Васильевич с горестью вспоминал обиды, нанесенные ему шуйскими. С точки зрения человека нашего времени, многие поступки шуйских вполне простительны. Вошел, скажем, князь Иван шуйский в горницу, где маленький Иван играл с братом, и опир сана государеву постель. Ничего особенного. Однако стереотипы поведения меняются и очень сильно. То, что для нашего современника безделица, для человека шестнадцатого века, могло быть позором, порухой, чести, и к такого рода вещам пассионарные люди в соответствии с этикетом относились серьезно. Такой поступок Шуйского по тем временам считался жутким гордением, такова оценка самого Ивана Грозного, и кичливостью. В общем, с шуйским Иван не поладил, и как только подрос, велел убить главу их клана князя Андрея. Это случилось в 1543 году, уже после смерти кичливого Ивана Васильевича Шуйского. Так началось новое правление. Перед молодым государем стояли две внешнеполитические проблемы упрочине восточной границы и развитие экономических отношений с Западной Европой. Решение первой из этих задач началось с войной с Казанским ханством, которая была, пожалуй, единственным по-настоящему кровавым эпизодом в продвижении России встреч солнца. В Казани было две партии – прорусская, капитулянская и антирусская, ориентировавшаяся на турецкого султана. Антирусскую партию правильнее было бы назвать фантазерской, потому что турецкий султан, владение которого в Восточной Европе ограничивались бассейном Черного моря, оказать военную помощь не мог никак. Его войско до Казани просто не в состоянии было дойти. Тем не менее, сторонники Турции одержали верх. Они спровоцировали войну с Россией и поплатили за свои амбиции собственными жизнями и самой Казанью 1552 год. На месте татарской Казани был построен русский город, но при этом значительная часть татарского населения уцелела. Прочие народы, входившие в Казанское ханство и подчинявшиеся Казанским ханам, были присоединены к России на условия гораздо более легких. Конечно, не стоит идеализировать наших предков, но мусульманский гнет с его рабовладением и постоянной работорговлей на Волге был гораздо тяжелее той Дани, которую наложила на Чуваши и Черемисов Москва. Согласимся, что отдавать дань дело малоприятное, однако с приходом русских по крайней мере уже никого не хватали и не продавали в Персию или Турцию. Что же касается русских, то для них необходимость взятия Казани была очевидной, ведь по окончании войны на землях Казанского ханства было освобождено до ста тысяч русских пленных. Все они получили свою долю из военной добычи и были отправлены домой. Следующим шагом в восточной политике стал захват Астрахани. Он прошел без пролития крови и даже без единого выстрела. Вниз по Волге спустились русские ладьи со стрельцами и ратными людьми, войска высадились перед крепостью Хаджи Тархан и предложили гарнизону сдаться. Осажденные подумав с полчаса приняли предложение, после чего правительство сменилось и началось строительство Астраханского Кремля на противоположном берегу Волги 1556 год. Астраханский Кремль представляет собой подлинное археологическое бедствие. Он был построен из татарских кирпичей, сделанных еще при Батыи и взятых из развалин столицы Золотой Орды Сарая. Но самое любопытное то, что при постройке Сарая использовались кирпичи из развалин столицы Хазарии и Тиля. Такова оказалась культурная преемственность в Поволжье. Завоевание всей Волги вывело русских к Каспийскому морю, к Кавказу и колоссально облегчило торговлю с Персией, поскольку границей персидской сферы влияния был Терек. Продвигаться далее на север персы считали излишним. В результате большинство народов по Волжье и Северного Кавказа подчинилось московскому государству. Исключение составили лишь малые Нагаи, занимавшие территорию современного Ставропольского края, прилегающую к Азовскому морю. Тяжелыми были для России отношения с другим обломком Большой Орды, Крымским ханством, зависевшим от Турции. С начала XVI века Крым вошел в сферу влияния Османской империи, осуществлявшей мусульманскую экспансию. Инструментом агрессии в Юго-Восточной Европе Турция избрала своих вассалов, крымских ханов Гиреев. Борьба, в которой была втянутая Речь Посполитая, была тяжелой, кровопролитной и завершилась лишь в XVIII веке победой России. Ливонская война Непростым было положение и на западной границе. Конфликты с немцами происходили постоянно. То немцы, напав на русское пограничье, расправятся с пленниками, то наши предки, напав на немцев, перережут их за сапожными ножами. Ни тем, ни другим все это не нравилось. Взаимное озлобление нарастало. И вот в ходе одного из столкновений жители Иван-города сначала просто ругались с немцами через неширокую речку Нарову, а потом внезапно с криком «Бей! немцев!» начали в стихийном порыве переправляться на бревнах, плотах и бочках на противоположный берег и действительно бить немцев, захватив в итоге город Нарм. С такого незначительного эпизода, произошедшего в 1558 году и началась тяжелая многолетняя Ливонская война. Самым важным для нашего предмета этнической истории России является то, что эмоциональный порыв жителей Иван-города нашел поддержку московского правительства. Многие бояре высказались за завоевание Ливонии, ее присоединение к России, а войску Москвы было достаточно. Высокий уровень пассионарности дал множество людей, с детства учившихся только одному воевать и не знавших никакой иной профессии, кроме военной службы своему государю. Всем этим отборным рубакам русской дворянской конницы, северским и рязанским казакам, дворянам-однодворцам могли противостоять только столь же пассионарные люди, как они сами. В Ливонии с середины XVI века таких людей не было и самостоятельно защищаться она не могла. Понимая это, немцы быстро приняли дипломатическое решение и прибегли к помощи иностранных войск. На территорию Эстляндии пригласили шведов. На остров Эзель, ныне Саар-Маа-Датчан, нашлось место и для поляков 1560-1561 год. Несмотря на это, русские сумели захватить половину Ливонии, но единства по вопросу о том, что делать дальше, в московском правительстве не было. Надо сказать, что шведы первоначально довольно активно противостояли русскому натиску, но не добившись решающих успехов, заняли более сдержанную позицию. Поляки вообще предложили отдать русским ту часть Ливонии, которую Москва уже фактически захватила. В этом случае самим полякам отходила остальная часть Ливонии, включая Ригу, а этот город, имевший большое стратегическое значение открывал торговый путь по западной Двине. Еще в 1556 году в Москве появился замечательный человек князь Дмитрий Вишневецкий. Происходил он из Турово-Пинских князей и, следовательно, принадлежал к Рюриковичам. Сам князь Дмитрий был человек храбрый и энергичный. Уважая эти качества, запорожское казачество избрало его своим кашевым атаманом, и он прибыл в Москву с предложением запорожцев захватить Крымское ханство. Царь поддержал Вишневецкого и в 1558-1559 годах князь Дмитрий и царские воеводы окольничий Данила Адашев совершили несколько набегов на Крым. Но в 1561 году правительству Ивана Грозного пришлось решать вопрос сворачивать ли военные действия в Ливонии, перенося усилия на южные рубежи, или пытаться ликвидировать западноевропейский плацдарм. Взвесим сами. Намерение покорить Крым вполне объяснимой постоянной опасностью татарских набегов в реальных условиях 16 века было призрачной мечтой. Еще менее Россия была способна вести войну на два фронта. А вот стремление устранить немецкую угрозу и тем продолжить политику Александра Невского было естественно и осуществимо. Царь избрал борьбу на Западе, но война в Ливонии затянулась и оказалась для русских далеко неудачной. Тем временем в Польше в 1572 году пресеклась династии Геллонов и изменился государственный строй. Поляки перешли к почти республиканскому типу правления, сохранив должность короля, они сделали ее выборной. Определив процедуру избрания короля на трон, польские магнаты выбрали французского принца Генриха Волуа. Генрих приехал, посмотрел на польские порядки и сбежал обратно в Париж. Нам такой поступок может показаться сумасбродством, но с позиции своего времени Генрих Волуа поступил абсолютно правильно. В 16 веке королевский трон не был синей курой. Должность короля была очень ответственной, а жизнь властителя и тяжелой, и рискованной. Соотечественники требовали от короля эффективного управления, но при этом он должен был считаться с настроениями подданных, ибо королевская корона снималась, как правило, вместе с головой. Потому-то французский принц и не захотел перечить польским вельможам. Впрочем, его внезапный отъезд спровоцировало то, что стал вакантным французский престол, и Генрих его занял. Лишившись Генриха Валуа, поляки в 1575 году выбрали королем Стефана Батория, семиградского вельможу, родом не то венгра, не то румына. Семиградье историческая область на границе современных Венгрии и Румынии. Но не будучи поляком, Баторий был очень хорошим полководцем и сумел благодаря своему таланту выиграть для своих новых подданных Ливонскую войну. Русские войска оказались в итоге разбиты, а Баторию удалось остановить лишь под стенами Пскова в 1581 году. В 1582 году тяжелая для обеих сторон война была прекращена ям за польским миром, а через полтора года было подписано перемирие со Швецией. Итак, Ливонская война, на которой было потрачено столько сил, окончилась для России плачевно. Россия потеряла завоеванную была Ливонию, к Швеции отошли Невское Устье и Балтийские земли. Их удалось вернуть в 1590 году с тем, чтобы снова утратить в смутное время и снова вернуть лишь при Петре Первом. Кромешники Победе России в Ливонской войне помешали не столько внешние обстоятельства, сколько значительные перемены внутри страны. Мы уже упоминали, что в конце 15-го, начале 16-го века на Москве наряду с двумя направлениями религиозной мысли, представленными церковными течениями нестяжателей иосифлян, появилось третье, которое было по существу антицерковным и которое у нас так неудачно окрестили ересью жидовствующих. В 16-м веке эта система негативного мироощущения, для простоты будем называть ее антисистемой, не имело никакого отношения к евреям. Одним из наиболее крупных известных нам проповедников антисистемных взглядов на Руси был Феодосий Косой. Проповедь его была вполне доступна, признавалась только Библия, отрицали церковные догматы, принципы и вся иерархия священнослужителей. Косова схватили, но при помощи друзей он сбежал из-под стражи и ушел в Литву, где продолжал проповедовать свое учение, а затем примкнул к радикалам реформации антитринитарием. Антитринитарии еретическая секта, отрицающая Святую Троицу. Проповедническая деятельность Косова была заметным явлением. Современные ересиарху-авторы ставили в один ряд восточного Бахаммеда, то есть Мухаммеда, западного Мартина, то есть Лютера, и русского Феодосия Косова. Надо сказать, что это сопоставление было просто демагогической формулой. Ни по содержанию своих учений, ни по своему месту в атногенезе Мухаммед, Лютер и Феодосий Косой ничуть не похожи друг на друга. Мухаммед явился создателем новой мировой религии, которая была связана с фазой пассионарного подъема целого суперэтноса мусульманского мира. Лютер, напротив, был деятелем фазы спада пассионарного напряжения, фазы надлома, и его проповедь вовсе не была новым словом. Проповеди, призывавшие к реформации и исправлению недостатков католической церкви, звучали в Западной Европе и раньше, до Лютера, Гус, в Чехии и Уиклиф в Англии говорили то же самое. Более того, обличение Лютера признавали правильным даже его противники иерархии католической церкви. Никто не спорил с тем, что предоставление индульгенции превратилось в торговлю, что назначение на церковные должности по блату зло, что невежество священников зло не меньше. Но соглашаясь с доводами Лютера, католические прилаты утверждали, что лечение язв церкви это дело Святого Престола. Правда, сами они для исправления ситуации ничего не предпринимали. Из-за этого, собственно, и начались разногласия. Физической же основой реформации стал раскол целостности христианского мира, вызванный резким падением его пассионарности после выхода из акматической фазы. Европа разделилась на протестантскую и католическую, и произошло это разделение в финале западноевропейского этногенеза, а не в начале его. В России XVI век был началом акматической фазы, и потому проповеди Феодосия Косова, а также его последователя Матвея Башкина нашли отклик только среди небольшой части населения, образовавшие еретические секты. Создание антисистемных сект в акматической фазе гораздо больше напоминало эпизоды альбигойских войн во Франции, богумильского и павликианского движения в Византии, выступления карматов в мусульманском мире, но никак не событие европейской реформации. В идеях Гуса, Уиклифа, Лютера не было ничего из того, что составляло суть новгородской ереси, уничтоженной в начале XVI века. Ничего подобного тому, что проповедовал Косовой. Проповедь Косова не была заимствованием Запада или Востока, она стала частным выражением того негативного мироощущения, которое всегда является следствием тесного контакта двух суперэтносов. Негативное мироощущение, как и позитивное, сопряжено с созданием особых философских, религиозных или политических концепций, которые меньше всего предназначены для доказательства чьей-либо правоты или убеждений оппонентов. Ведь для выражения мироощущения логических доказательств не требуется. Например, одни люди считают, что собак можно и нужно бить, а другие полагают, что бить беззащитных животных нельзя. Доказательств ни те, ни другие вам не приведут. Каждому его правота очевидна, он ее ощущает. И вот один говорит, ну какая свинья взял и ударил собаку, а другой ему возражает, ты что, дурак, что ли? Что ж ее не бить, она же собака? Отношение к собаке кажется мелочью, но именно из таких поведенческих мелочей слагаются глобальные симпатии и антипатии этнического и супер этнического значения. И потому невозможно логическими доводами примирить людей, взгляды которых на происхождение и сущность мира полярны, ибо они исходят из принципиально различных мироощущений. Одни ощущают материальные миры и его многообразие как благо, другие как безусловное зло. Именно последние мироощущения, воплощавшиеся в России то в движении новгородских стрегольников, то в ереси жидовствующих в XVI веке получило наиболее яркое выражение в опричнине 1565-1572 годы. Явление опричнины как никакое другое издавна привлекало к себе внимание историков и дореволюционных Крамзин, Соловьев, Платонов и современных Веселовский, Зимин, Скрынников, Альшиц. Фактические события опричнины описаны ими очень добротно в целом ряде капитальных трудов и мы на этих общеизвестных фактах останавливаться не будем. Отметим детали и моменты непосредственно относящиеся к этнической истории. Следует сказать, что историки XX века в соответствии с духом времени пытались обнаружить в явлении опричнины некий социальный смысл, ибо считалось, что человек социально необусловленных и экономически невыгодных какому-либо сословию или классу поступков совершать не должен. Однако попытки определить социальный состав опричнины оказались неудачны. Среди опричников находились и бояре, и духовные, и холопы. Все они напротив были свободными атомами, которые отделялись и от своих социальных групп и от своих суперэтнических систем. Полностью порывая со своей прежней жизнью, опричники не могли существовать нигде, кроме как в окружении царя Ивана IV, пользуясь его расположением. Да и какой социальный смысл могло заключать в себе их поведение? Опричнина была создана Иваном Грозным в припадке сумасшествия в 1565 году и официально просуществовало семь лет. Задачей опричников было изводить государевую измену, причем определять измену должны были те же самые опричники. Таким образом, они могли убить любого человека, объявив его изменником. Одного обвинения было совершенно достаточно для того, чтобы привести в исполнение любой приговор, подвергнуть любому наказанию. Самыми мягкими из наказаний были обезглавливание и повешение, но, кроме того, опричники жгли на кострах, четвертовали, сдирали с людей кожу, замораживали на снегу, травили псами, сажали на кол. Особенно страшной расправе был подвергнут в 1570 году Новгород, где было истреблено почти все население. Даже младенцев опричники бросали в ледяную воду Волхова. Они взялись также исправлять нравы. Новгородцы любили по праздникам выпить, но было объявлено, что пьянствовать нельзя. Всех, кого ловили пьяными, били кнутом и кидали в те же самые волховские проруби. При расправе с Новгородом, как при других подобных мероприятиях, погибло множество бояр. Но самое важное, на это обратили внимание современные историки, в отличие от историков 19 века, что также страдали и простые люди, приказные посадские крестьяне. Ведь опричники казня боярина вырезали его дворовых, крестьян же забирали себе и переводили их на собственные земли. В результате опричнины создала ста совершенно невыносимая обстановка, о которой хорошо сказал граф Алексей Константинович Толстой. Звон медный несется, гудит над Москвой, царь в смирной одежде трезвонит, зовет ли обратно он прежний покой, или совесть навеки хоронит, но часто и мерно он в колокол бьет, и звону внимает московский народ, и молится полной боязни, чтоб день миновался без казни. В ответ властелину гудят тюрема, звонит с ним и вяземский лютый, звонит всеопричник ромешная тьма, и Васька грязной, и Малюта, и тут же, гордя со своей красой, с девичьей улыбкой, с змииной душой, любимец звонит Иоаннов, отверженный Богом Басманов. Итак, главным содержанием опричнины стали совершенно беспрецедентные и бессмысленные убийства ради убийств. Однако, самая страшная и существенная этническая характеристика опричнины заключается в том, что и царь, и его опричники были абсолютно уверены в благости своих чудовищных злодеяний. Сначала Иван, убивая тело, стремился также убить душу, тела рассекали на мелкие части, а в русском простонародном православии существовало и до сих пор существует предубеждение, что без тела покойник не может предстать на страшном суде. Потом царь стал заносить имена своих жертв в синодик, служил по ним панихиды и искренне считал свое покаяние совершенно достаточным для образцового православного христианина. Более того, Грозный, по меткому замечанию Панченко, создал совершенно особую концепцию царской власти. Он полагал царское величие равным Божьему и потому лишал подданных права как-либо обсуждать его поступки. Таким образом, в опричнине мы в чистом виде сталкиваемся с тем, что характерно для каждой антисистемы. Добро и зло меняются местами. Антисистемный характер мироощущения опричников выразился не только в их поведении, но даже в названии. Старинное русское слово оприч, то есть кроме, дало современникам повод называть соратников Грозного кромешниками, а слово это имело вполне определенный натурфилософский смысл, и вот почему. В представлении христианина существует понятие ада, место мучений грешников, а ад тьма кромешная, как бы мы сказали сегодня, это пустота, вакуум, в котором нет и не может быть ничего материального, тварного. В те времена это называли небытие, считая его самой сутью зла. Значит, кромешники это люди, одержимые ненавистью к миру, слуги метафизического абсолютного зла. Как видим, наши предки хорошо умели осмысливать суть вещей. От ужаса опричнины Россию спас, как ни странно, крымский хан. В разгар Ливонской войны Грозному удалось замириться с крымцами. Соглашение предусматривало, что хан не будет совершать набегов на Россию, и поэтому Иван Грозный распорядился снять с южной границы большую часть регулярных войск и направил их на запад, в Ливонию. Но крымский хан нарушил договор, отрядами конницы прорвал ослабленную границу, обошел заслоны, стоявшие вокруг Москвы, и напал на столицу. 1571 год. Татары обстреливали Москву зажигательными стрелами, в результате чего деревянный город выгорел через три часа. Пожар был колоссальным бедствием, люди, даже уцелевшие лишились всего имущества, многие погибли в пламени или вздохнулись в дыму. Нужно было отражать нападение крымцев, и от имени царя было приказано собираться всем, кто может носить оружие, в том числе, конечно, и опричникам. И вот тут-то особые люди показали себя. Опричники либо просто дезертировали, либо прикидывались немощными и заболевшими, как говорили тогда, объявляли себя вне этих. Убийцы беззащитных они оказались неспособными сражаться с вооруженным и сильным врагом. Головы вождей опричнины, испугавшихся татарских луков и сабель, слетели на плахах. Были казнены и князь Вяземский, и князь Михаил Черкасский, и Василий Грязной, и воевода Алексей Басманов. Сыну Алексея Басманова Федору было предложено сохранить жизнь, если он согласится перерезать горло своему отцу, и он согласился. Иван выполнил обещание. Федору жизнь сохранили, его заковали в кандалы, отправили на север, посадили в тюрьму и там дали умереть. Зять Малюты Конец Опричнины 1572 год не означал конца антисистемы. Казнена была только верхушка опричников, да и то не вся. Например, Малюта Скуратов, самый страшный из них, уже после разгрома опричнины погиб на Лимонской войне. И хотя опричнина, как институт была уничтожена, она не могла не оставить последствий. Большинство людей, бывших опричниками, уцелели. Кто-то из них был поверстан уже без всяких привилегий, служило и дворянство, кто-то пошел в монахи, кто-то в приказы. И при этом бывшие опричники оставались самими собой. Сохранив головы, они чувствовали и думали точно так же, как и до ликвидации опричнины. Кроме того, многие бояре, связанные так или иначе с опричниками, остались при дворе и у власти. Одним из таких бояр и был Борис Федорович Годунов. Всем известна характеристика, данная ему Александром Сергеевичем Пушкиным. Пушкин устами своего литературного героя так оценивает перспективы воцарения Боиса. Какая честь для нас, для всей Руси. Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять Палача и сам в душе Палач возьмет венец и бармы Мономаха. В этой характеристике Пушкин многое опустил, хотя в дальнейшем он как тонкий мыслитель и гениальный поэт рисует образ Годунова весьма близкий к историческому прототипу. Борис Годунов происходил из татар, но его предки вышли из Орды еще при Иване Калите, то есть за 200 лет до его рождения, и, конечно, его происхождение не могло иметь решающего значения. Вчерашний раб принадлежал крупному боярскому роду и сам был окольничем при Иване Грозном. Окольничий второй по старшинству чин после боярина. Так называли доверенных людей, находившихся около царя, его советников. Борис Годунов был умный человек, прекрасный волевой администратор, именно поэтому он выдвинулся при Иване Грозном, а после его смерти возглавил правительство, чему способствовал тот факт, что сестра Бориса была замужем за сыном Ивана, царем Федором. Безвольный, добрый, благочестивый Федор, который начинал свой день с молитвы «Дай, Господи, никому не сделать ничего плохого», находился в полной воле Годунова, практически самовластно управлявшего страной от его имени. Первыми мерами, принятыми Годуновым после смерти Ивана Грозного, стали укрепление границ, заключение почетного мира с речью Посполитой, восстановление крестьянского хозяйства. Кроме того, была успешно проведена война со шведами, с началом правления Бориса народ, по словам современников, отдохнул. Оппозицию политики Годунова составляли с одной стороны противники опричнины, а с другой ее сторонники, но противники самого Годунова. Ведь в пассионарном супэтности, а именно таким образованием было боярство XVI века, каждый пассионарий враг всем другим пассионариям, и поскольку они ему мешают, он без зазрения совести отталкивает их локтями. Борису Федоровичу, хотя и не без труда, удалось справиться со всеми своими противниками, и когда боярин Богдан Бельский попытался захватить власть на Москве и даже занял своими халапами Кремль, изображая из себя регента, то Годунов нанес ему такой толчок локтем, что Бельский оказался в ссылке на Нижней Волге. Активная внутренняя политика и укрепление границ государства постоянно требовали денег, и потому Годунов был вынужден в 1597 году ввести крепостное право, то есть отменить Юрьев день, в который крестьяне имели возможность переходить от одного хозяина к другому. Было определено, что каждый крестьянин должен постоянно жить и работать там, где он жил и работал в момент издания указа. Конечно, запрещение менять хозяев ударило по крестьянам очень сильно. И Борис Федорович, стремясь компенсировать ущерб, разрешил крестьянам писать любое количество доносов на своих господ и приказал принимать эти доносы к рассмотрению. Теперь, если какой-нибудь боярин говорил своему крепостному, Иван, как ты хреново работаешь, разве это запашка, что ты делаешь, проспал, небось, половину дня. Тот спокойно возражал, ничего подобного, боярин, четко мне пристал, и получал за это удар кулаком в зубы. Потом Иван шел к грамотному человеку, а такие были всегда, и за малую мзду быстро писался донос о том, что боярин хулил государя и хотел бежать в Литву. Из всего этого видно, что Борис Годунов был настоящим реформатором и по-своему справедливым, хотя и крутым человеком. Он хотел, чтобы всем было одинаково плохо. Конечно, порядок, установленный Годуновым, был лишен тех крайностей и злодеяний, которые происходили при Иване и Грозном, но режим во время его царствования, которое официально началось в 1598 году, после смерти Федора вполне можно назвать полицейским. Этот режим оказался довольно тяжел для всего населения страны. Никто не чувствовал себя ни на одну минуту в безопасности. знакомые, слуги, родственники всегда могли донести, и последствия этого могли быть самые печальные. Правда, казни применялись мало, воров в основном отправляли в ссылку, но ссылку тоже счастливой долей не назовешь. Интересно, что первым еще при Федоре был отправлен в ссылку за уральский хребет в Тобольск не человек, а колокол у Углического собора. Вся вина колокола состояла в том, что он зазвонил по поводу смерти царевича Дмитрия. Вслед за колоколом пошли и люди. Таким образом, правительство Бориса Годунова, несмотря на очень разумную внешнюю политику, несмотря на то, что была налажена хозяйственная жизнь страны, сделаны большие государственные запасы, упорядочена налоговая система, было мало популярно в народе. Недовольство политикой Бориса зрело во всех сословиях и было вызвано прежде всего пережитками прошлого, то есть сохранением при Борисе наследия царствования Ивана Грозного в виде застенков и системы тотального доносительства. Всеобщее недовольство должно было найти выход и оно нашло его в поддержке самозванца. Борисе